В своем роде это курс «Учимся сами», обучаемый ИИ, первый опыт романа с искусственным интеллектом. Пять месяцев парень изучал возможности технологии и настолько погрузился в процесс, что занял второе место среди студентов потока. Было очень много заданий, всяких разных, мне очень понравилось. Я даже не ожидал, что я выиграю. Самое сложное это, наверное, сделать видео. Это самое сложное. У меня хорошее видео получилось. Все родственники сказали, что понравилось все. Как и отмечают организаторы, проект уникален. Его придумали в Мурманской области, но конкурс вырос до всероссийского. Заявки поступили из девяти регионов, а присутствовать на лекциях и практикумах можно и онлайн. Задания в основном посвящены истории пожарной охраны и добровольчества, правилам поведения при ЧАЭС. В рамках этого проекта у нас проводились, ну скажем так, этапные конкурсы, их всего было семь. Дети генерировали тексты, генерировали изображения, генерировали видео, презентации, научные работы. И на каждом этапе они получали там первое, второе, третье место. Многим взрослым до сих пор кажется, что нейросеть это что-то исключительно развлекательное. Однако эти ребята уже знают, как использовать искусственный интеллект в обычной жизни. Если честно, я даже стала в школу делать доклады. То есть раньше за докладами я сидела по 3-4 часа, ищу информацию, а сейчас я просто вот как раз вбиваю промпт в нейросеть, и она мне делает готовый доклад. Остается провести маленький факт-чекинг, и все готово. Делителем проекта стала Ткачева Милана из города Тихвин. Она набрала 625 баллов из 800 возможных. Все призеры получили дипломы о прохождении курса, памятные подарки, а главное знания. В планах организаторов уже осенью запустить второй сезон проекта. Кирилл Грапиняк, Станислав Евглевский, ТВ21+. Кирилл Грапиняк, Станислав Евглевский, ТВ216.